Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаем с вами новое видео! Сегодня у нас будет такой предновогодний влог. Вообще у меня есть задумка, не знаю, насколько она у меня получится. Мне хочется вот эти вот последние дни до Нового года почаще снимать видео. Возможно, буду стараться снимать их каждый день. Делиться с вами такими своими предновогодними делами, хлопотами, потому что осталась еще и уборка в доме кое-где. Какими-то интересными рецептиками хочется побольше именно праздничной новогодней выпечки, потому что что-то в декабре я очень мало чего пекла. Буду делиться новогодним шопингом, потому что нужно еще докупить кое-какие подарки, идеями подарков. Ну, в общем, посмотрим, как пойдет. Но такое желание есть, потому что в декабре я мало снимала и была очень увлечена созданием сборника. И вот сегодня время у нас полчетвертого, и я только включила камеру. Обычно, когда я снимаю видео, все-таки я начинаю снимать его с утра. Но сегодня я только до трех часов ночи сидела и заканчивала работой над сборником, прорабатывала фотографии, дописывала тексты. В общем, вот так. И тяжело, конечно, было раскачаться. Сейчас вот съездила за продуктами и буду готовить ужин. Сначала хотела немножко с вами поболтать. Последние два видео, когда вы меня видите с новым цветом волос, очень много комментариев. И у меня такое ощущение иногда, что вы меня даже не слышите, то, что я вам говорю. Смотрите, девчата, это не окончательный мой цвет волос. Просто нам нужно было выйти из техники, которой меня окрашивали до этого. Окрасилась я в технике AirTouch и прийти к чему-то новому, потому что было два момента, которые меня не устраивали. Во-первых, при последнем окраше мне очень понравилось, как у меня была оформлена зона у лица. Но затылок смотрелось просто отвратительно. Я вам вставлю фотографию. Мне хотелось вот эту проблему решить, плюс проблемы седых волос. В технике AirTouch не будешь краситься каждый месяц. Там нужно сидеть по 8-10 часов в кресле. Но, в общем, оно того не стоит, поэтому нужно было что-то другое. А сейчас мы выровняли цвет, потому что техника AirTouch, она также осветляет пряди, просто они там выдуваются феном. В общем, все это нужно было выровнять, ровнять сейчас. И следующим этапом мы будем уже создавать более интересный, красивый оттенок. Во-первых, корни у меня будут другого цвета. Они будут, может быть, не настолько темно-русые, как мои, но будут русые, в общем, будет глубокий цвет. И также, возможно, в общем, по голове мы добавим темные пряди. Посмотрим, я не колорист. Вот, потому что оставаться чисто в таком цвете по всей длине не получится у меня. У меня очень такой сильный пигмент волос. И даже сейчас, после окрашивания, там прошла, может быть, неделя-две, я не помню, мой цвет волос очень впитывает, не знаю, пигмент. В общем, он делает его желтым. То есть, был такой красивый жемчужный оттенок, а теперь он желтый. В общем, через месяц я пойду, и мы будем этот вопрос дальше решать по поводу окрашивания головы. То есть, это не окончательный вариант. Я понимаю, что наличие таких русых прядок, да, ну, более интересного цвета, мне так идет больше. И самой нравится также больше. Но это вот такой промежуточный вариант. Конечно, можно было ходить через день и, в общем, добивать свои волосы или получить нужный оттенок. Но мы решили лучше вот через месяц, когда немножко отрастут свои корни, в следующее окрашивание уже сделаем, ну, по-другому, да, немножко. Я не колорист, еще раз повторюсь, не знаю, как это называется, там, как-то рисовать на волосах. В общем, я не знаю. Но будет немного иначе. Получится что-то такое, знаете, среднее. То есть, мне хочется, чтобы у лица было оформлено вот и русые пряди, и такие светлые. Но чтобы и затылок он тоже выглядел достойно, а не таким вот темным пятном. Но, опять же, это, может быть, особенность моих волос, что они так вот легли. Не знаю, ну, в общем, вот, будем решать этот вопрос. А сейчас будем готовить с вами ужин. Сейчас покажу, какие ингредиенты нам потребуются. Ингредиенты очень простые. Будет такой тоже рулет мясной. Очень вкусный. Я, мне кажется, делилась им, может быть, и куда-то два назад. В какой-то подборке новогодних рецептов. Многие готовили, и, в общем, он им полюбился. Нам потребуется сыр копченый бекон. Как раз-таки в него мы будем заворачивать наш рулет. Дальше я купила свинину. Можно использовать говядину. Можно использовать курицу, индейку, что вам больше нравится. Будем нарезать небольшими кусочками, отбивать их. Это будет у нас такая мясная прослойка. И дальше начинка. У меня начинка будет из творожного сыра, грибов и лука. Я купила шампиньоны, но вот что-то в последнее время у меня и жульен с креветками, с грибами, с курицей, с грибами. В общем, что-то в последнее время мы так много едим грибов. Но они прям действительно придают сочность. И пока не надоели, вот сегодня приготовлю еще такой вариант рулетика. Пока хороший дневной свет. Я хочу вам сейчас показать, какие подарки прикупила. Потому что вчера я в видео говорила, что на этой неделе планирую вообще закупиться подарками, чтобы уже у меня все было приготовлено. И осталось мне их только запаковать. Поэтому сейчас все покажу, расскажу. И дальше мы с вами пойдем готовить. Сейчас, конечно, очень выручает онлайн-шоппинг. Потому что можно делать покупки, прям не выходя из дома. Я для себя присмотрела несколько вариантов. Сейчас вам их покажу. На Сбер Мегамаркете там просто широчайший ассортимент, миллион товаров. Очень удобная доставка, потому что широкая сеть пунктов самовывоза. Можно выбрать для вас самый удобный, ближайший, рядом с домом, рядом с работой. В общем, как вам больше нравится. Есть такая замечательная возможность, что можно получить товар из магазина прям сразу в день оформления заказа. Олайн-шоппинг не только экономит нам время, но также может сэкономить и наши деньги. А это как никогда актуально в преддверии новогодних праздников. С 22 декабря по 25 декабря кэшбэк-сервис Letyshops дает кэшбэк увеличенный в 6 раз. За покупки в Сбер Мегамаркете можно будет вернуть до 28%. Активировать горящий кэшбэк можно с главной страницы, выбираете Сбер Мегамаркет, переходите в магазин и совершаете покупки. Ну и получаете кэшбэк. Если бы в обычное время, например, ваш кэшбэк составил 100 рублей, то в период горящего кэшбэка вам уже вернется 600. Конечно же, там можно закупаться не только новогодними подарками, но и оформить доставку продуктов на новогодний стол и не стоять в этих километровых очередях, которые всегда бывают перед 31 декабря. И также не забывайте, что Letyshops сейчас разыгрывает черную Теслу за покупки у топовых партнеров, в том числе у Сбер Мегамаркета. Необходимо совершить покупку на более чем 25 долларов и получить билет. Чем больше у вас билетов, тем больше шансов выиграть Теслу и другие подарки. Более подробно с условиями розыгрыша можно ознакомиться на сайте или в приложении Letyshops. Поэтому переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на Letyshops, получайте повышенный кэшбэк и не упустите возможность выиграть Теслу. Покажу, что купила офлайн, а продолжая пополнять большой красный мешок Деда Мороза, кое-что прикупила еще для детских подарков. Какие здесь подарки, сразу девчата хочу извиниться за свои ногти. Я завтра иду на маникюр, в общем, только вот удалось записаться. Смотрите, взяла вот такие бомбочки для ванны, я их приобретала в магазине H&M. Первый раз, никогда не брала там бомбочки, но мои дети просто их обожают. Они обожают купаться с бомбочками, с пенкой. Естественно, я все это покупаю и так в повседневной жизни, но почему бы, например, не сделать это частью новогоднего подарка. Такая вроде бы мелочевка, да, которой они пользуются постоянно. Но мне кажется, это очень приятно. Я вам уже говорила, что в красный мешок идут не только какие-то там подарки. Там есть и списков желаний, и для того, чтобы было больше всего, разные такие повседневные штучки. Можно и зубную пасту, и зубную щетку, я не знаю, какой-то шампунь, пена для ванны, то, что любят ваши детки. Также взяла вот такой вот набор. Здесь 4 бомбочки для ванны. Это также магазин H&M. Все тоже празднично упаковано, очень красиво. Ну и по девчачьей, да, согласитесь? Поэтому вот каждый мешочек пойдет вот по такой бомбочке. А здесь Лизин подарок. Она просила у Дедушки Мороза сережки на Новый год. Поэтому мы вот с Лешей нашли. Сейчас вам покажу. Такое очень маленькое и перепутанное. Нужно вот бирки состригать и все это красиво упаковывать. В общем, мы купили Лизоньке вот такой вот браслетик. Hello Kitty, это эмаль. Ну, очень нежная, красивая. Не кричащая. Можно на повседневной основе постоянно будет носить такую косичку и в школу браслетик. Ну и в комплект вот такие вот сережки. Тоже очень нежные. Hello Kitty. Они небольшого размера. Там были разные цвета. И красные, и что-то поярче. Какой-то, по-моему, там синий, желтый, разноцветный. Ну, мы взяли вот нейтральный. И замочек такой вот, видите? Легко будет одеваться. Тоненький. Потому что у Лизы одно ушко, оно прокалывали ей совсем недавно, потому что заросло. В общем, там были проблемки небольшие. Вот прокалывали недавно, чтобы как бы его поберечь. Вот сказали нам идеально для первых сережек. Также в красный мешок у нас пойдут и сладкие подарки. Я все это приобретала в магазине Ашан. Ну, там такая хорошая цена. Может быть, где-то еще дешевле есть. Но вот мы были в метро, в Ашане, конечно, там подешевле. Кто-то пойдет в мешок. Там будут и мандарины, и вот какие-то такие сладости. Кстати, естественно, не все разом. Возможно, что-то будет появляться в течение новогодних каникул под елочкой, на елке. Очень мне нравятся вот эти вот конфетки. Но они, опять же, отсюда не все едят. Поэтому вот буду выбирать. Просто положу конфетки. Просто в мешок, да? Поштучно. Вот такой вот небольшой наборчик от Киндер. Такой вот Мелкий Вэй. Дед Мороз тоже Киндер. И вот такой набор от Милка. Я брала, ну, одинаковые, понятные, сладкие подарки. В общем, все в двойном размере, в двойном экземпляре. Вот такие вот еще мелкие подарочки в наш красный мешок. Я подготовила все ингредиенты. Грибочки промыла, лук очистила. Мясо сразу нарезала. Потому что будем его отбивать. Приготовила творожный, сливочный вот этот вот сыр. Мне очень нравится. Либо Хохланд, либо Альмета беру. Решила я использовать еще песто. Хочу проэкспериментировать. Покупала его для праздничного стола. То, что снимала сборник для вас из Талси. Ну, вот что будет пропадать. Хочу попробовать. Мне кажется, если добавить либо красный, либо зеленый аджик, то тоже будет очень вкус. Ну, и вкус получится тоже интереснее. Грибы с луком нарезали. И все, теперь обжариваем до готовности, до мягкости лука. Обязательно не забудьте посолить и добавить любимые специи. Теперь я буду отбивать кусочки мяса. Я это делаю в пакете, можно в пленке. Ну, чтобы брызги не летели. Вот такой у меня молоточек. Часто, когда вы его видите, спрашиваете, откуда он. Это магазин Икея. Ему очень много лет. Наверное, лет 10 или 11. Я не знаю, как бы они сейчас есть в продаже или нет. Смотрите, у меня вот такие кусочки получаются. Они не очень толстые, не очень тонкие. То, что надо, из них как раз таки мы будем делать основы для нашего рулета. Главное, чтобы они у вас были, ну, приблизительно одинаковой толщины. Смотрите, что мы делаем дальше. Берем бекон. Бекон часто спрашиваете, какой используя обычный сырокопченый бекон. И я выкладываю, мне хочется рулетик сделать побольше, потому что он у нас очень быстро улетает. Поэтому я вот таким образом выкладываю немного внахлёст. То есть сейчас мы с вами делаем вот такую основу, подложку. И это потом получится у нас верхним слоем. Вот такую основу из бекона. Делайте это на бумаге для выпекания. На силиконовом коврике. В общем, просто можно пищевой плёнки на пакете, чтобы вам было потом всё это удобнее завернуть. Основу мы с вами сделали. И теперь выкладываем уже отбитые кусочки мяса. Ну, вот так прям. Вторым слоем. Сейчас я всё выложу. И дальше обязательно нужно посолить, поперчить. Будем смазывать творожным сыром и добавлять начинку. Смотрите, здесь я выкладываю прям близко к краю, потому что это внутрь у меня пойдёт. А здесь я немножко оставляю, чтобы как бы внахлёст было. Что ж, у вас ко мне какое-то дело? У нас чиплет. Чиплет. Бежу тушь, средство из-за вашего и забрасываю его любовными письмами. Пастуха, вы совершили низкие пастухи, и уже вы этого не понимаете. Тихо, не пустил. Я знаю, Ольга. Её мужа это прекрасная пара. А почему вы сегодня успеете? Смотрите, вот такой рулетик получился. Я его сворачивала прямо в пергаменте и прямо в пергаменте переложила противень. Сейчас отправляю в духовку. 180 градусов. Режим я выбираю конвекция. Ну, минут, я думаю, на 30 будет достаточно. Может быть, на 40, потому что мясо у нас отбито, и в принципе, должно приготовиться быстро. Сейчас все лишнее отрежу и будем запекать. В качестве гарнира на ужин я решила овощи сделать. Не буду доставать пароварку. Сделаю прямо на плите. Обычно замороженные овощи просто высыпаю в сковороду. Добавляю совсем немного воды. И вот они у меня где-то минут 10-15 готовятся. Они, так как замороженные, шоковая заморозка. Готовятся они, мне кажется, тоже быстрее, чем, например, свежие сырые овощи. Вот эта вот смесь Мираторг очень хорошая. Вы знаете, потому что сужу, какие, например, брокколи кладут, какую цветную капусту. Часто кладут, знаете, просто вот эти вот корешки, а соцветий практически нет. Вот здесь такого не наблюдается. Хорошая брокколи, хорошая цветная капуста. Удачные пакетики мне попались. Солю я уже по факту. Вот когда приготовилась, потом сверху посыпаю солью, могу добавить черный перец. Пришло время позаниматься немного домашними бытовыми делами. У меня сегодня по плану стирка уже выстирала светлое белье. Сейчас закладываю темное белье и по плану перестирать полотенцем. Темное белье сейчас стираю жидким средством, потому что стало замечать, вы знаете, и ткань уже не настолько ненасыщена черная, как будто такая вот она блеклая становится. И даже иногда появляются мыльные разводы от обычного порошка. Поэтому, если вы знаете такое хорошее средство для черных вещей, для стирки черных вещей с приятным ароматом, обязательно поделитесь. На зоне видела синергетик, но отзывы такие, знаете, противоречивые. Может быть, ласку стоит, а может быть, вы что-то знаете более интересное. Вот, пожалуйста, расскажите, поделитесь. И нужно развесить белье, которое я перестирала. Сегодня хочу сразу, чтобы белье высохнуло и погладить. У нас внизу теплый пол в цоколе, поэтому белье стохнет достаточно быстро. И не хочу опять, знаете, накопить огромную гору и потом стоять по 2-3 часа, все это переглаживать. Поэтому быстренько за один день буду стараться. Вообще, в идеале с утра поставить стирку, и к вечеру уже можно будет погладить, потому что 100% высохнет. А вообще, хотела у вас спросить, как у вас в предпраздничном, с предновогодним настроением? Чувствуете ли вы, ждете? Или, знаете, вот бывает такое, да, что вроде бы и Новый год на носу, а как-то вот настроения еще пока нет. Как у вас погода? У нас последнюю, мне кажется, неделю просто сказочная погода. Деревья, вот на деревьях лежит снег. Вот знаете, реально как в сказке. Я Лешу говорю, вот как бы было бы здорово, чтобы в новогоднюю ночь была такая красота. Да, город у нас еще, так, не особо украсили, только, мне кажется, какими-то местами. Но природа просто постаралась на славу, и такая неописуемая красота вот уже неделю. Обычно бывает, знаете, выпадает снег, ну там день-два и дальше все. А это уже неделю, если не больше, такая красота стоит. Если завтра будет хорошая погода, и снег будет, я обязательно вам поснимаю, потому что это действительно очень атмосферно. Ну и прям, знаете, новогодняя сказка. Субтитры сделал DimaTorzok Пока я ставила стирку и вешала белье, в принципе, мои овощи приготовились. Посмотрите, готовила я их на сковороде, и брокколи осталось такой же яркой, сочной, и морковь тоже яркого цвета. Я вообще люблю, когда овощи не меняют свой цвет и не превращаются непонятно во что. Сразу приготовила две пачки. Сейчас что-то мы съедим на ужин, что-то пойдет на завтрак, например, к яйцам тоже очень вкусно. Или прям могу в омлет добавить. Мне вот Леша очень любит омлет вместе с цветной капустой. Я поставила мясо рулетик запекаться. Сейчас буду заниматься уборкой на кухне. И хотела немножко с вами поболтать, так по душам, поделиться своими мыслями. Вообще, последний месяц, ну сколько это, знаете, занимаюсь уборкой, перебираю вещи, все раскладываю, тут тоже на днях разбиралась в цоколе. Меня просто не покидает мысль в моей голове, Господи, сколько вещей. И я понимаю, что я, знаете, стала таким заложником своего образа мыслей, я не знаю, своей какой-то установки. Сейчас вот вам хочу рассказать, с вами поделиться. Вообще, многие писали, Катя, сколько покупок, зачем столько. В общем, сейчас хочу немножко с вами поболтать и вот рассказать поподробнее. Я вообще всегда свой канал воспринимала, ну что это не какой-то влоговый канал, где я просто делюсь повседневной жизнью, вот просто что вижу, то снимаю, что вижу, то пою. Мне всегда хотелось, я не хочу от этого отказываться, чтобы контент моего канала был полезным, чтобы вы тут находили какие-то новые идеи, вдохновение, мотивацию. Возможно, узнавали что-то новое, какие-то советы, лайфхаки и так далее. В общем-то, мне всегда хотелось, чтобы мой канал нес какую-то полезность. Вот, и я настолько, мне кажется, стала заложником вот своей такой установки, да, что постоянно нужно что-то новое, что-то лучше, что-то интереснее и так далее. Безусловно, это то, что двигает вперед, но это и то, что заставило меня сейчас задуматься. Например, каждый сезон, там зима, лето, осень, мне казалось, что вот, ну, я же блогер, я должна показать что-то новое, значит, я должна переделать какой-то декор в доме, новые подушки, новые пледы. Каждый год должна быть елка наряжена по-разному, потому что я блогер, и вот вам нужно смотреть что-то разнообразное. Каждый раз должны быть какие-то разнообразные блюда. Ну, в общем-то, это касается всего. То же самое, что я должна делиться какими-то новыми интересными покупками, да, чтобы показывать вам что-то новенькое и интересное в кадре. Ну, вот уже блогерством я занимаюсь три года, и сейчас, вот, оглядываясь, да, назад, я понимаю, сколько же всего нового появилось в моей жизни, и как в жизни обычного человека, конечно, это не нужно. И вот сейчас я хочу найти какую-то золотую середину. Вот в новом году я хочу уйти от этих бесконечных каких-то переделок, диайваев, наведений в дом уюта и так далее. Это превращается, знаете, в какой-то такой же магазин на диване, и этого слишком много. И мне кажется, вы даже можете заметить, что, например, в этом году мой дом украшен гораздо скромнее, гораздо меньше, чем в прошлом. Ну, конечно, в прошлом у меня вот все поверхности, просто все консоли, окна, дверные проемы, все было украшено, стол. Сейчас мне даже этого не хочется, мне не хочется перегружать. Видимо, действительно, за столько лет этого уже чересчур много мне, потому что, вы знаете, здесь как бы две стороны медали. С одной стороны, например, мне нравится как-то по одному наряжать елку, и я как самый обычный человек наряжала бы ее так вот каждый год. Возможно, что-то бы чуть-чуть меняло, но елку мы ставим раз в год, естественно, все это забывается, да, и ты опять же наряжаешь ее, и как бы нет такого, что ты с этим прожил весь год, да, то есть это что-то новенькое. Но с другой стороны, блогинг, да, накладывает свой такой отпечаток, и вы от меня ждете какой-то новой идеи. В общем, я постараюсь в следующем году соблюсти какой-то баланс и найти, возможно, другую тропинку, вот, быть для вас полезной в чем-то другом. Возможно, вы мне подскажете, что бы вам было интересно, что бы вы хотели смотреть, что бы вы хотели видеть от меня, знаете, даже вот касательно, например, рецептов. С одной стороны, я понимаю, что всем, наверное, интересны какие-то быстрые, простые, вкусные рецепты из простых ингредиентов, которые есть у каждого дома, но с другой стороны, хочется и делиться какими-то рецептами более интересными, с какой-то более интересной технологией приготовления, что вы не увидите, знаете, там, я не знаю, на любом канале, да, что есть там в изобилии в интернете. В общем-то, буду пытаться соблюдать какой-то баланс. И самое главное, вот, чего я придерживаюсь, это не изменять себе. Если я чувствую, что, как бы, перебор, я всегда об этом вам честно сама скажу, вот, как сейчас я вам говорю про покупки какой-то декора и так далее, вот, честно, желание просто очень много вещей, и я так сделаю, да, которые мне, ну, просто они не нужны, отдать людям, которые в этом нуждаются, и как-то вот освободить свое пространство, потому что это действительно давит. Это давит не в том плане, что у меня весь дом заставлен, вот, например, там, именно жилая наша часть, я имею в виду первый этаж, второй этаж, нет, здесь не все очень-очень нравится, именно, ну, вот, отражает мое сегодняшнее состояние. Но количество всего в коробках, то, что лежит в цокольном этаже, вот это, конечно, на меня давит, и хочется от этого освободиться. Не знаю, поняли ли вы меня, или получилось все достаточно сумбурно, но вот поделилась с вами тем, что у меня на душе. Надеюсь, вы меня не будете как-то осуждать, потому что я смотрела на всю ситуацию, да, вообще на все, что происходило, дадут покупки и так далее, именно как блогер, как человек, который хотел вам дать что-то новенькое, интересное и полезное. Ну, вот, видимо, пришел даже у меня какой-то передоз от всего от этого, и я в следующем году вообще хочу как бы от этого отходить. Буду делиться, конечно, какими-то своими такими обычными покупками, там, я не знаю, бытовая химия, какие-нибудь товары для дома, для детей, ну, такими расходными материалами, а не бесконечными такими там пледиками, подушками, вазочками, вот чем-то таким, баночками с гляночками. Но это, конечно, не касается посуды, потому что посуду я обожаю, вот, это прям моя любовь, и я продолжу собирать свою коллекцию. Немного мы с вами поболтали, рассказала, поделилась мыслями, которые у меня в голове, у которых у меня на душе, а сейчас пойду прибираться на кухне. Уборка на кухне у меня откладывается, наверное, на завтра, дети попросили поиграть с ними, поэтому не успела я, зато сейчас пришла в цоколь, у меня уже часть белья высохла, не хочу больше копить большие объемы, вот сейчас стирочка выстиралась, высохла точнее, сразу поглажу, разберу все по местам. Ну, а с вами буду прощаться, мы с вами видимся совсем скоро, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok